Дорогие товарищи, мои друзья, я в этой жизни испытал очень многое, только за то, что я остался верен трудовому народу, своей воинской присяге и красному знамени октября и победы. Меня триста раз судили, допрашивали, описывали имущество, угрожали. Я по-прежнему все сделаю, чтобы в нашей стране господствовала народная власть, была справедливость и возродили порушенную союзную державу. Мне казалось, что все преодолели предательство Горбачева и понимают, что это предательство мирового масштаба, которое никогда народ не простит. Преодолели пьяный маразм и воровство Ельцина и его подельников. И тем не менее, нас снова окунают в 90-е в худшем варианте. Несколько дней назад состоялась Центральная избирательная комиссия, куда наш народный блок и партия представили в связи с уходом из жизни гения науки Алферова, нашего кандидата в президенты Грудинина. Мне казалось, все там встанут, аплодируют, проголосуют и мы дальше пойдем уверенно двигаться. Но они заявили, что у вас нет доказательств, что это та кандидатура, которая нужна стране и народу. Я говорю, мы же шли на выборы думские и президентские. Представим вам программу «10 шагов достойной жизни» и «20 шагов Грудинина» по восстановлению справедливости в нашей державе. Мы вам представили уникальную программу развития науки и классного образования, которую питала все лучшее из русской советской школы и мирового опыта Алферова. Под этой программой стоят подписи моих друзей и коллег Мельникова, Кашина, Новикова. Я считал, что вы изучили эту программу, но вы знаете о том, что программу Грудинина на выборах даже при грязном подсчете поддержали почти 9 миллионов наших соотечественников. Какие вам еще нужны дополнительные аргументы для того, чтобы просто выполнить закон и утвердить решение? И тем не менее, я хочу сказать, для нас это не новость. Это решение абсолютно преступное по своей форме и максимально циничное по содержанию. Но Центр-Избирком ничего не принимает, не посоветовавшись с администрацией президента. Несколько дней назад беседа из президентов, поздравляя с пятилетием возвращения Крыма, с тем, что построен уникальный мост, что восстановили Артек, что надежно обеспечивается энергоснабжение, вместе с тем, я сказал, накопилось немало проблем, которые надо вместе решать и которые невозможно выполнить, если не сложим усилия всех государственно-патриотических сил. А у наш блок, который поддерживал партию Грудинина, входит 200 организаций, включая талантливых писателей, художников, великих подвижников, патриотов, военных, студентов женских движений. Договорились встретиться, обсудить проблемы. И тем не менее, эта комарилья снова засуетилась и заспешила любой ценой не пустить талантливых руководителей в Государственную Думу, не предоставить трибуну для реализации нашей уникальной программы. Более того, мы показали пример на выборах в Иркутске, что можно побеждать. Нас губернатор, коммунист Левченко, за эти годы вывел область в десятку наиболее динамично развивающихся. Там темпы роста не полтора процента, как во всей стране, и то с приписками, а выше мировых в два раза. Там активно идет борьба с черными лесорубами. Там сплотились государственно-патриотические силы. Там подготовлена программа «Пятилетка на будущее», которая представлена у нас в Думе и одобрена в торгово-промышленной палате. Мне тоже казалось, сейчас сцепятся, поддержат, тем более впереди отчет правительства. Вместо этого на государственных каналах за ваши деньги открыли такой шквал, которому Ельцин и вся его свора позавидует. 173 сюжета, порочащие губернатора, талантливого руководителя и совестливого человека. Таких мерзостей не было в 90-е годы. Там еще каналы выбирали. Мне нравится канал 24. Там немало толковых людей и великолепных репортажей. Но я когда увидел, что его окунули в эту грязную яму, уверен абсолютно, что журналисты не хотели этого, в том числе и руководителей, они 24 выстрела в спину врезали Левченко, пытаясь дискредитировать его как руководителем. Ничего у вас, господа хорошие, не получится. Мне думалось, я выступаю в Госдуме, заявил, как же так? Мы говорим о суверенитете. У нас на аэродромах чужие самолеты. В советское время 15 авиационных заводов выпускало полторы тысячи летательных аппаратов. Каждый третий пассажир в мире летал на илых и тушках. А сегодня, без алюминиевой промышленности, мы не решим эту проблему. Господин Дерибаско сдал ее англосаксам почти в полном составе. В совете директоров из 12 управляющих, 8 американцы и англичане. Но я предложил Думе, давайте создадим комиссию, разберемся. О какой безопасности может идти речь, если у вас базовая отрасль, которая учит летать в космос, самолеты строить, создавать стройки, оказывается в тех руках, кто вам каждый день предъявляет санкции, кто вам, по сути дела, объявил войну. Вместо того, чтобы создать комиссию, Единая Россия спряталась за кнопки, а меня потащили в суд. Якобы я обидел и оскорбил честь и совесть Дерибаски. Оценил ее всего миллион рублей. Я позвонил, спросил, что ж такая дешевая совесть? Ведь в принципе, если она есть, она бесценна. Но вот и суд уже не знает, что делать. По полтора часа сидят, советуются, а наши юристы и депутаты прямо доказывают, что отрасль была украдена у народа, что заводы должны быть возвращены, что государство обязано контролировать стратегические отрасли. Отобьемся мы с вами и от этой напасть. Мне казалось, что после выборов, когда мы в течение двух месяцев доказали, что наш кандидат Коновалов достоин быть главой республики Хакасия, уймутся. Ничего ему не досталось. Касса пуста. Коммуналка неподготовленная. Министры сбежали, не отчитавшись. Разворовано все, что можно было только. Место поддержки и помощи. Не успел сесть в кресло новой глава, как открыли опять шквальный огонь. Там три олигарха захапали все рудники. А правительство Коновалова требует платить хотя бы нормальный налог. Я вам привел эти четыре примера только для того, чтобы вы почувствовали, в каком обществе и в каких условиях сегодня живет страна. Но хочу всем напомнить, идет прямой репортаж по нашей красной линии всем гражданам страны. Сегодня ситуация сложилась, которой не было за последние сто лет в нашей истории. Да, мы восстановили великое союзное государство, но восстановили на съезде мирно и демократично. Да, мы раздавили фашистскую гадину, но тогда хватило воли объявить усилия и с Черчиллем, и Рузвельтом, для того, чтобы фашизм не опутал колючей проволокой всю планету. Да, мы создали ракетно-ядерный паритет. Когда у меня на Орловщине пахали на коровах, мы строили атомные города. Мы сумели создать щит, который сегодня нас бережет. Но даже в 90-е годы Ельцин ходил в обнимку с Калинтоном. А сегодня, сегодня впервые вся эта свора внешних ликвидаторов и внутренних России сплотилась, объединилась под флагом Ельцин-центра. Вся эта свора сидит почти в полном составе, начиная от правительства, администрации, президента и средств массовой информации, которые не дают стране дыхнуть и даже внедрить уникальный опыт народных предприятий. Вся эта свора ополчилась на Грудинина, Левченко, Коновалова, на всех нас, только потому, что мы требуем справедливости, выражаем интересы народа и предложили программу реального развития. Вся эта свора только потому, сбесилась, что она увидела народные предприятия, такие, как возглавляет Грудинин, являются образцом прорыва в будущее. Там зарплата 90 тысяч, там лучшие школы, лучшие сады, лучшая профориентация, лучшая забота о гражданах, лучшие дома, там нет обманутых дольщиков, там есть уважение к человеку труда. В этом районе, хочу напомнить Воробьеву, было 15 предприятий, 14 поделили на паи, уничтожили, рассовали деньги по карманам и выгнали за кордон. Это живое, работающее, лучшее. Мы сняли фильм 25 минут, я 10 раз ходил по телеканалам, носил Путину, Медведеву, Володину, просил, покажите, пусть люди увидят, узнают. В ходе выборной кампании, когда меня спросили судей в ЦИКе, а какие у вас аргументы, у нас был аргумент. Мы напечатали об этом опыте 70 миллионов газет и журналов, мы об этом опыте рассказали на всех местных телеканалах, мы об этом опыте не только заявили, а показали, что с нас взяли пример еще 200 организаций. Какие вам нужны еще аргументы? Центральная избирательная комиссия в этом составе должна немедленно быть распущена и выгнана. Она грубо нарушает элементарные правила и законы. Сидит господин Булаев, вспоминает, что он работал учителем. Учителей учили, чтобы они сеяли доброе, справедливое, вечное. Когда были думские выборы, по его указке арестовали у нас 450 тысяч программы возрождения страны в Новосибирске, где коммунист Локоть как мэр показывает пример удачной и успешной работы. Арестовали значительный террораж в Иркутской области, в Бурятии, где наш сенатор Мархаев готов быть стать руководителем республики, но его они туда не пустили, даже на выборы не допустили. Наши товарищи и друзья Соловьевы и Обухов готовы были возглавлять и юридическую, и политическую службу в Думе, но их не пустили на выборы абсолютно под умным прилогом, и за этим стоит именно эта Центральная Избирательная комиссия. Она нарушила все нормы и правила. Вчера я отправил протест в Верховный суд. Я бы просил вас, именно вас, народ поддержать активно, потому что без сплоченности государственно-патриотических сил сегодня нельзя решить ни одной проблемы. Но хочу напомнить и правительству, которое на днях придет отчитываться в Государственную Думу. Впервые вы придете отчитываться, когда износ оборудования, даже в газовой промышленности превысил 60% и страна превращается в минус замедленного действия. Впервые в несколько раз вырос аварийный фонд и вы не в состоянии даже рассчитаться с дольщиками. Впервые бедность охватила каждого гражданина и он не в состоянии свести концы с концами. Никогда за тысячу лет нашей державе не было положения, когда работающий человек не может прокормить свою семью. Впервые когда молодая семья с двумя детьми является нищей, полуголодной и не в состоянии решить ни одной проблемы. Впервые когда ребята окончившие вуз с красными дипломами не могут трудоустроиться и их выдавливают за кордон уже полтора миллиона лучших специалистов которых не рожали, не учили, не платили отправили обогащать дядю Сэму. Вы говорите, что у вас успешны пенсионеры. Какие успехи? Мы пять раз вносили закон о детях войны. Пять раз! В деревне они получают пенсию 8-9 тысяч в городе 12-14. Гитлер у них отнял детство, а вы отнимаете у них элементарную старость, заявляя о том, что у вас денег нет. Впервые вы приходите правую думу, когда у вас в банках, которые вы контролируете, 50 триллионов рублей лежит мертвым гурузом, а олигархи по-прежнему гонят за кордон все основные деньги. За два месяца январь и февраль уперли из страны 1 триллион 200 миллиардов хватило бы и детям войны, и старикам, и студентам, хватило бы поднять не только Крым, но и обустроить Дальний Восток и Крайний Север. Сегодня Москва вышла в тройку самых олигархических городов мира 71 только долларовый миллиардер. Уже Лондон обогнали там 55, но в Лондоне богачей возглавляют сегодня Михаил Фридман, который паразитирует на наших ресурсах и укатывает туда наши денежки. Он же хрохнул медицинскую промышленность Англии и Америки почти 400 миллиардов наших денег столько сколько бюджет имеет на весь ход на всех 150 миллионов граждан России. Они придут, но они должны помнить любая власть не сумеет отсидеться за большими заборами и ОМОНовскими дубинками. Тут немало офицеров, вы тоже должны знать нашу историю и помнить ее хорошо. Сегодня недовольны рабочие и промышленные, они получают жалкую зарплату. Сегодня недовольны крестьяне, которых душит безденежья и безработица, чего никогда в деревне не было. Сегодня недовольны молодежь, которые не знают, куда приложить свои руки и талант. Сегодня недовольны дольщики, которых вы надули, никак не решите простейший вопрос. Сегодня недовольны ветераны, которых унижают, когда загораживают мавзолей и прикрывают могилы великих деятелей, превративших нашу страну в Советский Союз, Союз-победитель, Союз-труженик, Союз-герой. Сегодня недовольны мялый и средний бизнес, которого обложили вы проверками, поборами и непосильными налогами. Сегодня недовольны жители, на которых вы навалили платы за коммуналку непосильные и одновременно закап, ремонт, не в состоянии строить нормальное жилье. Сегодня недовольны и ваши олигархи, которых выращивали, оттуда их американцы душат, англосаксы, отсюда народ из-под лобья смотрит, прекрасно понимая, кто их обирает. Сегодня недовольны и политики, потому что те встречи, которые были регулярно с президентом, его администрация отгородила, последние полгода не пробьешься. Я несколько раз разговаривал, обращался, сегодня, завтра будут встречи, сидят два-три чиновника и определяют, с кем встречаться, какие документы доставлять, все остальное. По всей стране сегодня идут митинги в защиту социально-экономических прав трудящих, за безопасность страны, за целостность и единство. Мы должны прекрасно понимать, это обязан услышать Совет безопасности и главнокомандующий. Никогда таких грозных вызовов в стране, как сегодня, не было. Советская страна была готова встретить фашизм. Советская страна была отмобилизована. Гитлеровцы ахнули, когда увидели героев Бреста. Они стали задачу за 8 часов взять Брест, они 30 дней барахтались. Они увидели народ-герой, народ-труженик, они увидели солдата-офицера, которого вырастила советская школа за 10 лет и который показал чудеса героизма. Сегодня русский язык впервые тоже в истории запрещают на Украине, а вы не в состоянии даже признать Донецкую Луганскую Республику, давно бы там этот разбой прекратился. Сегодня вы не в состоянии взять опыт народных предприятий, которые вытащили бы страну, обеспечили продовольствие безопасной. Сегодня вы не в состоянии доложить, даже наложить нормальные налоги по прогрессивной шкале на чиновников и вырабатывать олигархию, которая кормится у нас. Но вы и там не нужны. Там 400 человек, включая ведущих министров, попали под санкции. Не выехать, не охнуть, не деньги спрятать, обыщут и вывернут карманы. Один выход формировать широкий народный фронт. Запомните других способов уберечь страну от этого варварства, от этой финансо-экономической политики сегодня нет. Поэтому под красным знаменем победы, знаменем октября, мы обязаны все сплотиться, все, кому дорога тысячелетняя держава. В Думе сформулировали, мне казалось, блестящую формулу. Святая Русь с ее ценностями и духовностью, великая государственность таких стран с тысячелетней истории, как наша, всего десяток на планете, советская справедливость и помножить это на высочайшие технологии и народные предприятия, которые предлагает Алфера Грудинин. И можно уверенно двигаться вперед. Я вас призываю максимально сплотить усилия, но здесь отсюда прямо заявляем, мы не дадим повториться трагедии девяносто. Либеральная свора, этот хатюшник, который называется Ельцин Центр, будет прикрыт. В Москву мы его не пустим. В Москву организованно будет защищать народ и народно-патриотические силы. Народный фронт питает себя все лучшее и пойдет на очередные выборы. Мы сумеем проконтролировать их так, как контролировали их в Иркутске и в Хакасии. Мы сумеем выдвинуть команду, которая справится с трудностями. Мы вместе сформируем правительство национальных интересов и народного доверия и преодолеем эти трудности. Никакая олигархия, никакие санкции нам не страшны. Мы народ-победитель, мы народ-воспитанный великой историей и великой советской эпохой. Да здравствует народ-победитель, да здравствует народный фронт, да здравствует правительство народного доверия и новый курс на справедливость, поднанный патриотизм и достоинство каждого друженика нашей державы. Ура! Редактор субтитров Корректор А.Кулакова